Добрый день, я хочу вам представить программу повышения квалификации, которая посвящена методикам и инструментам бизнес-технологий в образовании. Меня зовут Шимина Татьяна Евгеньевна, я преподаватель психологии, SEO-основатель digital-агентства Unicord Consulting, куратор проектов, эксперт по игропрактикам, а также занимаясь разработкой продуктов и сервисов и коуч-практиками. Какие результаты вы получите по итогам обучения? В результате освоения программы у вас должен быть повышен квалификационный уровень в рамках имеющейся квалификации или усовершенствоваться компетенции в соответствии с ГОС, педагогическое образование 440302, а также в соответствии с профессиональным стандартом, педагог, педагогическая деятельность в сфере школьного, начального, общего, основного, общего, среднего и общего образования. Предлагаю вам к ознакомлению программу этого курса. Первое, о чем вы узнаете, это теоретические аспекты бизнес-технологии и формирование моделей новых компетенций. Как выглядят структуры бизнес-технологии с точки зрения менеджмента? Какие есть модели внутренней среды организации? А именно, вы узнаете, как выглядит функциональная модель, социотехническая модель, модель McKinsey 7S. Также увидите классический перечень над профессиональной компетенцией. Какие есть факторы среды внешней организации? Следующая лекция будет посвящена методикам и инструментам формирования компетенции кооперации, а также узнаете практические инструменты, как внедрять эту компетенцию в образовательную деятельность. С точки зрения менеджмента вы узнаете, какие существуют виды типа совместной деятельности, какие есть практические инструменты из методик коучинга, тимбилдинга, управления проектами и функциональной ролевой модели. Далее вы ознакомитесь с такой компетенцией, как креативность. Как эту креативность развить с помощью каких инструментов? Вы узнаете, как выглядит модель креативности процессная, ассоциативная, компонентная, социокультурная. Ознакомитесь с таким понятием, как инновации и сотворчество, а также разберетесь, как работать с практическими инструментами из методик фасилитации, ТРИС, теории решений и запятательских задач и латеральное мышление. В четвертой лекции вы узнаете, что такое критическое мышление и как это критическое мышление формировать. Мы ознакомимся с вами с моделями критического мышления и стадии его развития, как влияет групповое мышление на практическое мышление и посмотрим, какие есть инструменты из методики системного мышления. Далее одной из важных компетенций – это компетенция коммуникации. Рассмотрим несколько моделей коммуникации. Это модель Шеннона Уивера, модель Трама и модель Лассвелла, а также типа групповых коммуникаций. Рассмотрим и практические инструменты из методики системного анализа и стратегических коммуникаций. Следующая компетенция, с которой мы ознакомимся, это компетенция саморазвития, а также с инструментами, которые помогают эту компетенцию реализовывать. Узнаем, какие бывают модели процессов самопознания, саморазвития, самоактуализации. Ознакомимся детально с мотивационной моделью Портера Лоурова и узнаем, какие есть практические инструменты из методики коучинга для того, чтобы эту компетенцию взрастить. Последняя компетенция, с которой вы ознакомитесь, это компетенция обучаемости и адаптивности под изменения. Ознакомимся также с инструментами. Очень важно будет разобраться с моделью компетенции Корнферри, модели доктора Уорнера Берка и модели на базе теории обучаемости Колба. Посмотрим, как влияет стресс на обучаемость, посмотрим, как выглядит график кривой стресса и, конечно же, узнаем о практических инструментах, которые помогают повысить уровень обучаемости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...